Девушки отдыхают 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 Он отобрал его у Сары, потому что сама бы она это кольцо ни за что не отдала. Значит, она где-то здесь. Этот на ополченца не похож. Эй, что-то ты как-то не очень похож на ополченца. Эй, я Уэйд, Уэйд Тейлор. Зови Уэйдом. Диккенс энд Джон. Ни хрена себе! Диккенс энд Джон? У тебя папаша проповедник, что ли? Нет. Охренеть, вот ведь имя. Ладно, слушай, Уэйд. Не, ну ты посмотри, это ж долбануться вообще! Ну да. Так что ты типа пришёл заграбоваться в армию в солдатике? Не знаю, может, слушай. А ты, походу, в Одессе был не так давно. Да, друг, вчера пришёл. Ясно, я тут... До встречи с полковником Электронтом. Я ищу человека, мы были вместе в пути. Ты тут никого похожего не видел? Нет, друг, но выглядит зачётно, я б такой вдул. Пойду я, друг. Не на осмотр будут типа в шее искать. Удачи тебе, Диккенс энд Джон. Охренеть, во имя-то. О нет, этот совсем упоротый. Он бы не запомнил Сару, даже если бы она пороже ему дала. Ну, с... Скоро выдвигаемся. Не передумал? Да с чего бы. А ты тут потрудился. Так, малость. Открывай! И как? Ездишь-то нормально? Ну да, в общем, нормально. Если хочешь в ополчение, покажи, что ты годен. Постарайся и не отстать, Сань Джон. Так что там такое произошло? Вроде похоже на лесной пожар, но там пни обуглены. То есть, деревья сначала срубили, а потом уже сожгли. Зоркий глаз, мы зовем это мертвой зоной. Кремесину пускаем на баррикады, остальное выжигаем. Поэтому любое орду мы замечаем издалека. И что? Вы собираетесь все здания тоже сжечь, чтобы фрикам было негде спать? А ты знаешь их повадки. Я ж говорю, я водища не первый месяц. Так это вы и хотите сделать? В смысле, ополчение. Решили спалить все до дла. Мы ведем войну, Сань Джон. Ради победы мы пойдем на все. Войну? А что это, если не война? Ты знаешь, что такое одища. Ты видел орды. Остановить их может только одну армия. Наша армия. Одной армии тут будет мало. Мы это продумали. Если полковник тебя примет, узнаешь. Ты спрашивал про уцелевших из Силверлейк. Ты кого ты ищешь? Нет, не совсем. То есть, в общем, я пересекался водища с группой ребят. Думал, они могли осесть в том лагере. А я думал, может, ты хочешь получить за кого-то награду. Нет, нет. Я, конечно, выслеживал раньше людей, но не на таких расстояниях. Ни одна награда этого не стоит. Приехали. Капрал, капитан здесь. Все сделали. Метку поставить не забудь. Да, сэр. Вы двое возвращайтесь к Даймонд Лейк. Берите, как его, Тейлора. Да, сэр. Вот. И ждите меня. Расчетное время шесть. Не понял. Я буду в шесть часов. Пора бы начать разбираться. Виноват, сэр. Все, иди из глаз моих. Слушаюсь. Нашел чего? Сколько этот... Васкес. Васкес у вас пробовал? Недели две или три. Время не терял. Это что? У вас были проблемы с поставками? Ну, там, мародеры. Ну, да. Понятно. Ну, что, дальше пешком идем. А с чего это? С того, что Васкес что-то мутит. Из байка след не возьмешь. Ясно. С чего начнем? Ну, следы искать нет смысла. Их уже снегом замело. Идемте. Надо заглянуть в эту хижину. Веди, я за тобой. Ладно. Это мне нужно. Ага. Говорите, он украл пайки и боеприпасы? Да. Этот пайок наполовину съеденный. Судя по всему, ваши люди застали его врасплох. Байк стоит на месте. Значит, он ушел через черный ход. Внутри лампы украл. Внутри лампы. Ты потом украл? Всегда нужно. Стоп. Смотрите. Нашёл чего? Ограда порезана. Не ржавая. Недавно порезали. Да, идёмте. Сюда. Эй, постойте-ка. Вот, смотрите. Следы? Да, нам повезло. Сюда. Стоп, погодите. Нашёл что-то? Да, гильзу. Новенькую. Он остановился и в кого-то выстрелил. Идёмте сюда. Сюда. А ну, пошёл отсюда. Что ты делаешь? Это вообще работает? Осторожно, их тут несколько. Вижу. Вроде это последний. Да, похоже на то. Молодец. Можно будет продать. Вроде. Да. Всё. 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 Девушки отдыхают. Другие волки прибежали к нам с той стороны, с востока. Думаешь, они гнали Васкиса, а один охранял тушу? Вероятно. Пойдем проверим догадку. У вас тут много волков водится? Незараженных, в смысле. Патрули видят почти каждый день. В моем детстве в Орегоне волков не было. Койоты попадались, а волки нет. Их всех истребили скотоводы, фермеры и лесопромышленники. Но зато теперь они тут расплодились. Стоп, стоп, стоп. Что такое? Это рюкзак. Один из наших? Видимо, его почти догнали. И он бросил грудь, чтобы бежать быстрее. Нет-нет, чтобы выиграть время. Упал на жопу, хотел отползти, но тут волк прыгнул. Васкис его завалил. Два выстрела. Ты все это понял? Да. Выстрела. Стой, пригнись. Там фрики. Захоронение Неро. Это на нашей карте не отмечено. Их тут повсюду поймут. Но тогда можно догадаться, почему Баскес пошел сюда. Давайте обойдем. Читаешь мои мысли? Саньчон, сюда! Все, все, я здесь. Если честно, мне надоело убегать и прятаться от этих тварей. Ты когда-нибудь дрался с Роя? Да, было дело. Главное не стоять на месте. Слушай, если хочешь служить в ополчении, нужно думать только о задаче. А задачи сейчас не фрики. Когда ты водище, убивать фриков приходится. Так уж мир устроен. Ладно, давайте отойдем подальше от этих могил. Погода холодная, фриков должно вылезти больше обычного. Ну а трупы они за милю чуют. Часть нашей стратегии находить захоронения, раскапывать их и сжигать трупы. Ну, удачи вам с этим делом. Я таких могил видел сотни, причем только в этой части штата. Надо же с чего-то начинать. Ладно, куда дальше? Туда же, на восток. Впереди дорога. Подождите секунду. Что скажешь? Кто-то еще его ищет? Да вроде нет. Ну, либо он уже труп, либо у него много друзей. Видите следы от колес? Тут проехали байки. Много байков. Хм. Ладно, пошли. По следам этим. Говоришь, они вылезают в холодную погоду? Да, они это любят. Холод, снег, дождь. Даже просто тучи. Ну, я уже понял, ты фриков знаешь. Доберемся до штаба, и я сведу тебя кое с кем. С кем? Полковник расскажет, если примет тебя. Да, да, вы это уже говорили. Слушай, он кого попало не берет. Просто не хочу зря обнадеживать. За меня не переживайте. Мне, по большому счету, все равно. Эй, стойте. Слышите? Да, это со стороны лесного поселка. Он есть на карте? Да. А значит, и у Васкиса он отмечен. Пошли. Если показалось, что Васкис там, что бы ты сделал? Ну, он не один. Это видно по следам. Да, какое у вас наказание за самоволку? Казнь через повешение. А что? Это значит, что Васкис без боя не сдастся. О, он не сдастся. Узнаёте своего? Да. Вон он. Ну что, могу сказать, как-то вы фигово новобранцев проверяете. Он тут явно как дома. Подождём здесь. Вызову подмогу. Убери от меня свои лапы! Ого! Дерзкая попалась! Вишь ты какая! Это мы посмотрим! Да ну нахрен! Что? Да как-то не могу смотреть, как издеваются над безоружной бабой. Я дал тебе приказ. Приказ? А что, на мне красная повязка, а вы мне пока не командир. Сидите тут, если хотите. Там все ходы закрыты. Ты что психованная? Ты же сама к нам просилась! Пошёл ты! Держитесь за мной. Если что, будете прикрывать. Чего перед тобой? Ага. Это люди! К чему? Что это сделаем? Что это сделаем? Что это сделаем? Спасибо. Вижу. Давай! Отчи! Уходим! Иду назад! Прикройте! Выходи! Вон там. Скорее! Иду! Кинем болото! Иду! Подстреливай! Ох! Подстреливай! Нет! 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 Прикройте, ну! Отступаем! Ага! Бегай, бегай! Убить! Убить! Кто-то ранен. Ага! Тари, сейчас ты сгоришь! Ага! Позволим его! Уходим отсюда! Отступаем! Прикройте, дублюдка! Убил нашего! Заходи в руку! Положай! Сейчас ты сгоришь! Иди сюда! Возвращаюсь! Ага! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Хм, по-моему, по-моему, это значит, вход воспрещен. А? А, не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей, это как-то не камильфоу. Камильфоу. Ну, это по-францу. Ну, да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас своё лицо. Хо-хо, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну, ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Так, куда мы идём? Иди по тропе. Это недалеко, правда. Видела бы маму, как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала. Да не знаю, может, там холодно, надень свитер. Остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже. Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла, а не с тёлкой из того стрип-клуба, в котором вы живёте. Так, так, секундочку. Во-первых, мы не живём в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живём. А во-вторых, я сказал им, да, представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя учёная степень всех очень заводит. О да, верю. Ты в курсе, что мне давно спать пора? Я в курсе. Всё, серьёзно. Пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь. Да просто этот проект... К нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А ещё у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, а я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, я просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем. Стоп, стоп, стоп. Это та самая конопляная ферма? Её ты хотел мне показать? Чего? Ну, вот это кусты конопли, а это оросительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. А, ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... А, я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Ох, опять ты меня подловил. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Обалдеть. Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть. В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы, про светлячков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь всерьез. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, неправда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая? Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну, а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка. Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить. Мы обязательно обсудим, но... Просто подожди секунду. Я хочу тебе кое-что показать. Ладно? Видишь? Вот зачем я тебя сюда позвал. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Дикон. Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну, хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубной перстень на палец надел? Ну да, что... Вот взял и надел. Какой милый. Клыкастенький такой. Крызет свою цепочечку. Символ истинной любви это... Собачий череп. Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну что? Ну это... Мориур инвиктус. Смерть прежде поражения. О, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь. То есть это, конечно, красивое. Это ведь все-таки мой перстень. Ну да. Его надо будет вернуть. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ладно. Хорошо. Черт, извини. Да ладно, ничего. Работа, надо ответить. Давай. Алло. Да. Нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю. Просит приехать. Что, сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи... Пожди. Очень надо. С меня причитается, ладно? Ладно. Идем. Иду. Мою жену звали Бет. И фотки не осталось. Идем. Идем. Продолжение следует... Типичный случай. Не понял, вы о чём? Ну, нет фотографий, ни жены, ни родных. И почему типичный? Раньше все пользовались смартфонами, там хранились все фотографии. Как телефоны накрылись, и облако накрылось, все снимки пропали. Да, я как-то об этом не задумывался. У моей жены Кэрри отец был фотограф. Старые школы, лаборатория, растворы, все дела. Не хотел принимать цифровую эпоху. Если бы не он, и у меня бы снимков не было. Я их терпеть не мог. В смысле, мобильники. Все ходили, уткнувшись в них носом, и ничего не видели перед собой. У меня мобилы не было. Интересно, и как ты обходился? У меня была своя мастерская, а в ней последний стационарный телефон Фервелля, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вы, я смотрю, серьезно подошли к делу? Ну, полковник считает, что мотивация и дисциплина – это ключ к успеху. Давай, ноги переставляй! Быстрее, я просто не могу! Ну, топай! Вот такая мотивация, да? На юге острова трудовой лагерь для тех, кто не годен к службе. Некоторых требуется стимулировать. Ну да. Идем, за мной. Есть. Поднимись вон туда. Удачи, Сэн-Джон. Что, и ты попался, а? Неудачник. Здорово! Снова встретились. Сэн-Джон, да? Сын проповедника. Тейлор, какой нахрен проповедник? Че ты заладил? Да шучу я, чувак. Бабу-то нашел? Что? Ну, бабу ту, про которую тогда спрашивал. Нет. Снимаем побрякушки. Часы и все такое. Кладитесь сюда. Ладно, че, я спорить буду. Сейчас, разбежался. Новобранцам вещей не положено. Тем более, их все равно сопрут. Давай, выкладывай. Ага, сопрют, конечно. Нашел лохов. Смирно! Бойцы, вольно. Мы не рады случайным людям. Вы приняты по приглашению. Завербованы моими соратниками. Когда будете отвечать, первым делом представьтесь. Начиная с фамилии. Да я тут так затесалась. Имя? Черт. Эткинс. Кристал. Сэр. Сколько человек ты убила? Два или после. Отвечай на вопрос. Пошел ты! Все мы здесь совершали вещи постыдные. Чтобы выжить. Уцелеть. Всевышний это понимает. Всевышний прощает. Но у этой женщины на лице лежат печати сатаны, тюремные татуировки, свидетельства того, кем ты была и кем осталась. Именно такие, как она, своими подлыми деяниями навлекли на все человечество праведный гнев Господа. В трудовой лагере ее. Что? Пошел ты! Пошли вы все! Давай, красавица! Убери лапы баран, ты тупорылый! Отвали! Шевелись! Тебя! Ну а ты? Отвали! Тейлор, уэйт. И нет, сэр, я не сидел в тюрьме, никого не убивал, ничего такого. Ты долго пробыл водище. Ну, я умею, умею стрелять. Меня папа в детстве брал на охоту. Рядом с Кломат Фоллс, мы там. Ну а ты, сынок, стрелять умеешь? Сэн Джон, Дикон. Да, я умею стрелять. Да, мат, как вижу. Покажи правую руку. Десятый горный. Ирак? Афганистан. Служил с честью, только не ври. Я пойму. Один срок служил с честью. И ненавидел каждую минуту. Девятая заповедь. Молодец. Подними правую руку. Клянешься ли ты поддерживать и защищать новую конституцию новых Соединенных Штатов от всех врагов, естественных и противоестественных. Всеми силами помогать своим товарищам и беспрекословно выполнять все приказы. Ты, боец, клянешься ли ты? Клянусь. Разойдись. Пойдем, сынок. Капитан Коури теперь нечасто приводит ирекрутов. Видимо, его впечатлили твои навыки. Я много времени провел в водище. С фриками обходиться умеешь? Да, сэр. Я знаю столько же, сколько все, сэр. Славно, славно. Пока все тихо. Заходи. Пусть док тебя осмотрит. Пульс хороший, сердце сильное. Тут нехилый ожог. Как это вышло? Да я тут оладьи жарил. Оладьи, говоришь. Кто перевязывал? Я сам. Настамаль. Неплохо. Спасибо. Рука нужна, повязку не снимай. Усек, амига? Да, да, я понял. Через пару дней пусть зайдет на осмотр. Ладно. Ну, док. К службе годен. Лору Вен. Задачку поручить можно? Нет, док. Я Тьена Новия. Он уже занят. Я понял. К ведьме пойдет. Лайкон Диос. Удачи, амига. Идем, сынок. Я не терплю нарушения субординации, когда офицера называют ведьмой, но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключение. Да, сэр. Я делаю исключение, потому что всем, кто еще жив, уготована своя роль. Ты веришь в Бога, Сэнд-Джон? Я на эту тему не задумывался, сэр. Самое время задуматься. Мы часть его замысла. Все мы. И моя роль. Вот это. Сэр, это место. Мне было видение. Не такое, конечно, как описано в Ветхом Завете. Никаких огненных колесниц или горящих кустов. Просто я проснулся однажды утром, до того, как на мир обрушилась божья кара, и понял это то самое место. Крейтер Лейк, Уизард Айланд. Я называю его Ковчегом. Тебе знакомо предание Амель? Да, то есть, да, сэр. Ну, про него же все слышали? Все ли? Ты удивишься, как мало людей читали Библию или книгу Откровения. Вы имеете в виду книгу Бытия? А про Ноя было в книге Бытия, сэр? Да, конечно. Надо привести тебя в соответствующий вид. Как скажете. Ну, нормальной формы у нас, конечно, нет, как это не печально. Сейчас что-нибудь... О, вот. Ну-ка, примерь. Вроде как раз. А это сдать? Если не возражаете, это подарок от старого друга. Старого друга? Друзья теперь мало у кого остаются. Это уж точно. Ладно, боец, но только спрячь и не носи. Ты теперь из наших. Вообще-то новобранцы у нас начинают службу рядовыми, но раз капитан Коури отрекомендовал тебя как человека опытного, мы тебя повышаем сразу до Капрала. Спасибо. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, сэр. Ну, подыщем тебе работу. Так вот, о чем я говорю? Вы рассказывали про Ковчег, сэр. Да, Ковчег. То, что ты сейчас видишь, лишь малая часть его. У нас за спиной целая сеть пещеры-тоннелей, которые тянутся до самой вершины. Когда мы закончим, они будут заполнены тысячами семян, растений, компьютерных файлов и книг. Даже если мир умрет, наши достижения в медицине, науке и технологии не умрут вместе с ним. Нет, сэр. Но этот остров не просто Ковчег, Капрал. Это твердыня, это крепость. Здесь, у северных ворот, мы складируем боеприпасы, чтобы начать наступление на фриков. У нас есть винтовки, гранаты, пулеметы, гранатометы. Есть оборудование, чтобы делать боеприпасы всех типов и всех калибров. Это инженерно-механическая часть. Если тебе нужно починить мотоцикл, обратись к дежурному. И, как видишь, за счет того, что осталось от Национальной гвардии, мы строим свой парк грузовиков и других машин. После того, как мы расчистим магистрали, мы начнем заново отстраивать дороги и мосты. Ваша выжигательная стратегия работает против фриков и шакалов, но на шоссе она вам не поможет. Не остановит орды, сэр. Мы в курсе, Капрал. Орды, да, орды – это проблема совершенно иного уровня. Но у нас есть замысел. Замысел? Как сказал Бенджамин Франклин, проваливая подготовку, вы готовитесь к провалу. Мы не допустим провала. Костяк армии живет здесь, у ворот, и они готовы выступить по моему приказу. Эти палатки вместили сотни мужчин и женщин, таких, как ты, тех, кто клянется посвятить свою жизнь борьбе. Но тебе я хочу дать особое поручение. Чтобы выполнить его, нужно нечто большее, нежели умение выживать и пользоваться оружием. Ты готов, сынок? Да, сэр. Сделаю, что прикажете. Ты спрашивал, как мы победим Орду. Я тебе покажу. Воу! Ни хрена! Черт! Вы как, лейтенант? Здрасте, полковник. Я извиняюсь. Многовато ацетона бухнул. Лейтенант Уивер, инженер-химик. Его задача у нас... Взрывать все, нах! ...делать оружие. Ну да. Типа того. Я Уивер, Джеймс. Сент-Джон, Дикон. Армейская хрень у нас для показухи, правда же? Капрал Сент-Джон под командованием Коури. Если вам что-то нужно, водище, обращайтесь к нему. Еще как нужно. Сейчас дам ему список. Над чем работаете? Над загустителями смеси нафтеновый и пальмитиновый кислот. Вы делаете напалм? Да? Да! Чувак рубит в химии! Да просто догадался. Я не мешаю? А, да не. А, полковник. Уже почти получилось. Почти. Хорошо. Да. Очень хорошо. Куда вы дальше? К ведьме нашей. Вы свободны, лейтенант. Еще раз прошу прощения за эксцентричность некоторых моих офицеров. Не стоит, сэр. Осталось зайти еще в одно место. Я верю в проект лейтенанта Уивера, но то, что ты сейчас увидишь, может стать нашим ключом к победе. Заходи. Это что такое? Мэм, вот все, что было указано в заявке. Это кондиционер для белья? Нет, мэм. Ну-ка, прочитай. Ингредиенты. Хлор, хлоро... хлороформ... И... А терп... терпин... Пошел вон. Пошел вон. Мэтт, ну что мне делать? Самой, что ли, за сырьем ходить? Вопрос решен. Лейтенант Уитекер, это капрал Сент-Джон. Он из подразделения Коури. Сумеет достать вам, что прикажете. Прочитай. Что? Прочитай. Ты как, читать-то умеешь? Ингредиенты. Хлороформ, атерпинеол, бензиловый спирт, сетилосит... Пойдет, когда он может начать. Ну, да хоть сейчас. Не буду вас отвлекать. Оставь нас. Сара. Встать, смирно. Сара, я... Нет. Нет, ты... Ты погиб. Ты... Ты погиб. Ты не можешь быть жив. Эй, 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 эй. Погиб. Успокойся. Ты погиб. Все хорошо. Стой, стой. Подожди, я... Я не понимаю, я не смогу тебя найти. Я думал, ты не выжила, и я... Нет, они прорвались, и... Нам пришлось уйти на юг. В Норо сказали, никто не выжился. Нет, я нашел у Брайана, и нашел... Кэрвел был окружен. Они сказали, там все погибли. Я думал, что... Я думала, что больше тебя не увижу. Я думала, что больше тебя не увижу. Нет, нет, я не могу. Послушай, мы можем уехать прямо сейчас. Куда захотим, без оглядки, давай. Нет, 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 Дикон. Я не могу. Они... Тебя силой здесь держат? Нет, ты не понимаешь. Война же идет. Разве не видишь? И мы можем в ней победить. Я не воевать сюда пришел. Здесь я нужна. Я могу принести пользу. Я же... Не могу так уехать. Мое место здесь. И ты можешь остаться здесь, со мной. Помочь мне. А потом... Все, что скажешь, мы поедем, куда ты захочешь. Полковник вызывает. Слушаюсь, мэм. Одну минуту. Возьмите список. Спасибо, боец. Слушаюсь. Спасибо. 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 Продолжение следует... Уивер на связи. Что тебе нужно, Капрал? А в заявке указана ртуть. Есть идеи, где её можно достать? Да, конечно. Надо было там же тебе и написать. Её добывают из Киновари. Отряд Коури обнаружил шахту к северу от Даймонд Лейк. Поезжай туда и на месте выходи на связь. Есть, сэр. И строго между нами. Если полковник не слышит, давай без вот этого вот «есть, сэр, нет, сэр». Я не старик. Продолжение следует...